Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Там за кадром у нас сидит Женя. Вы на моем канале «Сладкий персик». Сегодня у нас воскресенье, 20 августа, и в эфире «Сладкие новости». Первые в России еженедельные гастроновости, между прочим. Что из новенького у нас? На следующей неделе мы поедем в Ярославль. Там будет проходить масштабный гастрофестиваль «Пир» на Волге. И мы там будем выступать на сцене вместе с шахповаром. Это будет у нас 26-27 августа. Если вы будете в Ярославле, обязательно приходите. И мы переходим к новостям. Тиверская область вошла в топ-10 регионов с самым вкусным малиновым вареньем. Ну, я, конечно, рада за Тверь, но самое вкусное малиновое варенье было у моей бабушки. Нет, у моей. У всех бабушек самое вкусное малиновое варенье. Молочные реки. Почему правительство компенсирует затраты экспортерам молока? Государство готовится пойти на беспрецедентные меры поддержки производителей молочной продукции, говорится в новости. Если сейчас в рамках господдержки им компенсируют 25% транспортных расходов, то планируется компенсировать все 100%. Почему? У нас в стране настолько все хорошо с молочкой, что пришло время выходить на внешний рынок и активно экспортировать продукцию. В планах у России стать ведущим экспортером молочной продукции. Подгоревшая каша стала причиной экстренной посадки самолета в Сочи. Самолет вылетал из Сочи в Питер. Они уже взлетали, и в салоне завоняло гарь. Бортпроводники, конечно, испугались. Пассажиры испугались. Капитан решил экстренно развернуться и посадить самолет. Ну, мало ли чего, там вдруг пожар или еще что такое. Приехали пожарные, скорая, оркестр. Все как положено при экстренной посадке. Но выяснилось, что бортпроводники просто разогревали кашу. У одной из каши была нарушена этикетка, и она вытекла на нагревательный элемент. Я почему-то тут вспомнила, как мы летели в Сочи, и у нас в салоне самолета пахло роллтоном. На 3D принтере распечатали веганские кольца кальмара. Сингапурские ученые взяли растительные белки и растительное масло, наделали из этого пасту, напечатали на 3D принтере кольца кальмара, и потом пожарили их на аэрогриле. И сделали их веганскими, естественно. Ну, понятно, что из растительных белков веганские кольца. Вот такие дела. Россиян предупредили о серьезном подорожании глазированных сырков этой осенью. Звучит угрожающе. В мире растут цены на какао-бобы и шоколад, а сырки как раз глазируют шоколадом. Ну, подорожают и подорожают, ладно, ну правда. Я, например, рассматриваю сырки как десерт, они очень вкусные, но очень калорийные и достаточно жирные. Поэтому не будешь их есть каждый день, а иногда купить сырок и за 100 рублей можно, мне кажется. Если он хороший. Почему нет? В России на 12% подорожают соусы и майонез. Об этом заявили некоторые крупные производители. Рост отпускных цен связан с ростом себестоимости сырья и упаковки. Ну, во-первых, я считаю, что в России и так потребляют слишком много майонеза. Катастрофически много майонеза. И поэтому будет прекрасно, если мазик будет стоить дороже. Тем будет только лучше. Во-вторых, любой подозрительный рост цен контролирует ФАС и Минпромторг. Поэтому они могут обратиться к производителям с требованием пояснить, почему цена выросла и почему именно настолько. В Госдуме разработали проект закона о бесплатном питании для старшеклассников. Депутаты из ЛДПР внесли в Госдуму закон проект о том, чтобы школьникам всех возрастов можно было бы бесплатно питаться в школах. Мне кажется, инициатива хорошая. Потому что не всегда деньги, которые родители дают школьникам на еду, используются по целевому назначению. Вот ты куда деньги тратил? Ну, на еду, кстати. Да? Но не на ту. Не, ну и на эту тоже. Я был послушным. Не то, что сейчас. Прям все на еду тратил у нее? Что-то выкал? Ну, откладывал. Часть откладывал. Ну вот, пожалуйста. Что и требовалось доказать. А тут и школьники сыты, и деньги целы. Министр финансов США Джанет Йелон призналась, что съела галлюциногенные грибы в КНР, но эффекта не было. В России стали продавать куриное мясо под видом черепашьего. Институт рыбного хозяйства, школьники из Сириуса и компании Генотек пришли на рынок, взяли у мяса пробу и провели анализ на ДНК. И выяснилось, что некоторые продавцы под видом экзотического мяса продают самое обычное, только во много раз дороже. Например, сазан продавался под видом тарани, щупыльцы гигантского кальмара выдавались продавцами за осьминога, но куриное мясо за черепашей. Теперь продавцы будут объясняться с проверяющими органами. А дело, кстати, было в Краснодарском крае. Шеф-повара Мишлен проведут мастер-класс на гастро-фестивале в Казани. 19-20 августа в Казани проходит гастро-фестиваль «Вкусная Казань». То есть вот прям сегодня, прям сейчас. Там есть гастрономический городок, в котором много всякой разной вкусной татарской еды и мастер-классов про ее приготовление. Интересно, они покажут талкыш-калаве? Вот, кстати, почему-то все везут из Татарстана чак-чак. Ведь там есть потрясающие талкыш-калаве. Это просто, мне кажется, самое, ну ладно, одно из самых вкусных татарских блюд, да ведь? У нас категория сладости, точно. Поэтому будете в Казани, обратите внимание на талкыш. У нас, кстати, интересно, а звезды Мишлен сейчас раздают в России? Нет, Мишлен же не раздают. Поэтому это, можно сказать, умирающие виды. Поваров со звездами Мишлен в Красную книгу надо было. Они теперь навечно звезды Мишлен, потому что никто их не отнимет уже больше никогда. Но они точно не знают про талкыш-ничего. Кто? Повара Мишлен. Они не умеют логотвы телевизором. Поэтому еще посмотрим, кто там кому мастер-класс покажет. Какая-нибудь тетя, как там, тетя Алсу, которая умеет талкыши делать, или повару Мишлен. По проценту. Костюм Шурмы продали на аукционе за 1,1 миллион рублей. Дело было в Канаде, на государственном онлайн-аукционе. Самый прикол, что костюм сначала использовался в рекламе о безопасности дорожного движения. Каким это интересным образом? Не знаю, мне кажется, там было написано «Не сбей Шурму». Или «Не отвлекайся от дороги, а то превратишься в Шурму». Потом чиновники отправили его на хранение, а потом уже решили задать на аукционе. А приобрел костюм владелец ресторана «Frime Time Donor & Poutine». Но это еще не все. Там была гонка за этот костюм. Владелец ресторана сказал, что его конкуренты хотели купить этот костюм и вынуть из него листья салата, а он не мог этого допустить. Объединенная чайная компания в сентябре вернет на рынок чай под маркой «Беседа». Помните рекламу чая «Беседа»? Это вот там бегал такой маленький милый дымовенок, в чашку залазил. Помните, да? Мне реклама очень нравилась. Как чай на вкус? Я вообще не помню, но реклама, правда, классная. Так вот, этот брон чая вернется и уже в сентябре. Если раньше он продавался в нижнем ценовом сегменте, и качество было тоже соответствующее, то сейчас они выходят на средний ценовой сегмент. Цены на кофе «Арабика» опустились до минимума на ожидание хорошего урожая в Бразилии. Буквально в прошлом выпуске мы вам читали, что цены на кофе идут в космос, потому что в Африке на кофе не урожай. А вот в Бразилии наоборот урожай. И настолько урожай, что цены на биржу упали просто до дна. Получается, что если усреднить, то кофе не подорожает. Медведь заклинул на свадьбу и съел все десерты. Это могло произойти и где-нибудь у нас, на Камчатке, например, но случилось в Америке. В свадебный шатер пришел Мишка, съел все сладости и ушел. Но знаете, на свадьбах бывают такие отдельные сладкие столы. Вот там как раз, видимо, был такой. Сначала в ход пошли лимонные батончики, затем каноли, которые мы особенно хотели попробовать. К сожалению, нам ничего не досталось, сказала невеста. В мурманском тайм-кафе енота-полис. Еноты ночью взломали замок вольера и устроили в помещении беспорядок. Два енота ночью умышленно взломали замок. Один стоял на табуретке и ковырял замок, а второй толкал дверь. Получается, ОПГ. Еноты вышли и съели месячный запас форма и миндаля. Помнишь, кстати, мы в похожем тайм-кафе были, мы только съезжали. Да, да, мы, кстати, были в Казани. Интересно, а ежи тоже по ночам сбегают и воруют еду? Мне кажется, вот у наших соседей сверху ежи сбегают и ходят на каблуках. А, и перфоратором еще вот так вот периодически делают. А как поживают ваши ежи сверху? Китайские дети выращивают домашних питомцев из косточки манго. Вот такие игрушки сейчас у китайских детей. Самодельному питомцу нужно расчесывать, мыть и гулять с ним на солнце, чтобы в нем не завелось плесень. Если честно, мне это напоминает куклы из одуванчиков, которые мы делали в детстве. Мы брали одуванчик, вот так вот делали волосы из стебля, потом втыкали палку, опускали воду, и была такая принцесска с кудрями. Помните? Вчера, 19 августа, православные праздновали яблочный спад. Всех поздравляем с праздником. Приходите на наш канал, у нас очень много рецептов с яблочками. Есть и пироги, и компоты, и яблочки в духовке, и даже есть яблочный битель. Вы вообще когда-нибудь пробовали яблочный битель? Это же просто вкусняшка. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на мой гастроблог, пишите комментарии, ставьте лайки и все такое прочее. И мы будем рады. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм, потому что там рецепты выходят раньше всего. Всем пока!